В приемную народного депутата Дмитрия Добродомова, а также в офис партии Народный контроль пришли сегодня с обысками представители Генеральной прокуратуры. С собой они прихватили спасателей, чтобы взламывать двери. Почему такой ажиотаж? Разбирался Руслан Смещук. Киев, 9 утра. Здание, где расположены различные офисы, в том числе партии Народный контроль, а также приемная нардепа Дмитрия Добродомова. Пустите, пожалуйста, заходите, заходите, посмотрите. Сейчас вам покажут документы, чтобы мы с вами увидели, что вы идете не в тот офис. Это представитель Генеральной прокуратуры. Они пришли в офис за обыском компании Курченко-Януковича, которую арендовал Ники Молинский. Мы предоставляем документы, что тут два года находится партия Народный контроль. Трое человек и двое понятых людей. Один из них представился представником прокуратуры, двое представниками прокурорных органов, но не показали документы и до конца их не предъявили. В конце концов, документы показали вместе с решением суда на обыск. Больше представители Генпрокуратуры ничего не комментировали, ссылаясь на тайну следствия. В это время рядом дежурит наряд ГСЧС со спецмашиной. Для взлома дверей приемной. Вскоре на месте появляются несколько нардепов. Сам Дмитрий Добродомов в это время находится на своем избирательном участке во Львове. Витягнули какую-то дивную криминальную справу, датованную, до речи, 31 сечня 2013 года, уже за часы Януковича. Потім подняли, что это какая-то справа Курченко, что тут претензий ані до меня, ані до партийства они не имеют. Мают претензии до этого арендованного помещения. Правоохоронцев взагалі не зупинило, ані наявность таблички про принимание народного депутата, ані наявность самих народных депутатов. Их взагалі це не зупиняло. Я не можу розуміти, що в оновленні прокуратурі Юрия Луценко взагалі змінилося з часів пшонки. В народному контролі подобні дістя називають політичним давлением і будуть требувати від СБУ роз'яснений. Руслан Сміщук, Вячеслав Фролов. Подробності телеканал Интер.